привет парни привет ребята я виталий эрофеев и сегодня мне хотелось вам рассказать тему о том как познакомиться с девушкой сегодня я бы хотел показать вам как ваше знакомство может быть результативным и эффективным то есть чтобы ваше знакомство состоялось и оно принесло вам результат результат ожидаемый понимаете и чтобы не было разочарования и не было понижения самооценки у вас всегда и все говорят что для того чтобы познакомиться с девушкой произвести на нее впечатление надо быть уверенным в себе уверенность себе у нас может быть только в одном случае если я хорошо знаю самого себя то есть моя самооценка объективно и они на независимо я точно знаю чего хочу поэтому прежде чем отвечать на вопрос как познакомиться с девушкой мы с вами должны ответить на два других вопроса я вам предлагаю ответить на вопрос первый вопрос будет такой о том какая цель знакомство с девушкой и второй вопрос будет к с какой девушки конкретно вы хотите познакомиться казалось бы такие вопросы достаточно простые и ответы на эту вопросу лежат на поверхности но тем не менее мне Мне бы хотелось показать на такой системе координат некую закономерность, благодаря которой ваша уверенность в себе увеличится. Итак, на координате Х у нас лежат ответы на вопрос, какая цель моего знакомства с девушкой. А на координате Y у нас лежит ответ на вопрос, с какой девушкой я бы хотел познакомиться. Еще имеется координата Z. Это координата нашего результата. Очень важная координата. Я надеюсь, что вы немножко подумали и ответили для себя на этот вопрос. Если вы на эти вопросы еще не отвечали, то сейчас мы попытаемся с вами разобраться. На этой координате X лежит ответ на вопрос, какая цель моего знакомства с девушкой. Первая цель моего знакомства с девушкой – это социальное партнерство. Скажем так, дружба, взаимопомощь и взаимовыручка. То есть вы нуждаетесь в том, чтобы у вас была девушка, которая поддерживала вас в вашем проекте, в вашем жизненном этапе и тому подобное. И для этого уровня вам необходима какая девушка? Соответствующая девушка, которая не имеет измеряемых параметров. Которые измеряем параметры у нас, как мы их называем? 90, 60, 90. Вам нужны другие параметры. У этой девушки должны быть характерные черты взаимовыручки, помощи и тому подобное. Далее у нас лежит популярная цель знакомства парня с девушкой – это сексуальные отношения. Соответственно, для сексуальных отношений вам нужна определенная девушка. На координате Y мы видим девушку, которая соответствует этим условиям. Когда у нее имеются совершенно определенные параметры. Измеряемые параметры, которые вы можете измерить, скажем так, для сексуальных отношений. Замыкая список целей знакомства с девушкой – это построение серьезных перспективных отношений, через которые вы придете к созданию семьи, вступлению в брак. Для этой цели, соответственно, нам нужна вот такая девушка, у которой имеется совершенно определенный набор качеств и навыков. Итак, друзья, прошу вас ответить на этот вопрос для себя, внутренне для себя ответить, какая девушка вам необходима и для каких целей. От ответа на этот вопрос зависит ваша самооценка, где вы находитесь. Это очень важно. На каком уровне вы находитесь, чтобы вы точно знали, с какой девушкой вам знакомиться и с какой целью. Если вы ответили на вопрос, с какой девушкой я хочу познакомиться и в этом ответе, как бы собирательный образ, качества у девушки должны быть и такие, и такие, и такие качества. То есть вы собрали все качества и создали такой идеальный образ. Так вот, вы находитесь в точке идеализма, в точке идеализма, где у вас имеется такой идеальный образ, киношный, скажем, какой-то там книжный, скажем так, или ваше представление какой-то девушки, с которой вы хотите познакомиться вместе с этим. Я уверен, что вы ответили на вопрос, с какой целью познакомиться с девушкой. Вы также собрали все категории целей знакомства в одно. То есть вы хотите, чтобы девушка была вашим партнером, вашим другом. Вы хотите, чтобы она занималась с вами сексом. В то же время вы ожидаете от нее серьезных отношений, которые могут привести вас к браку. Итак, вы в этом случае находитесь в этой точке. В точке, скажем так, нуля. Далее, мы эту точку не обсуждаем, мы просто констатируем, что вы здесь находитесь. Вы отвечаете на этот вопрос только для самого себя. То есть внутренне отвечаете на этот вопрос. Вы с этим соглашаетесь, говорите, да, это я есть, я здесь нахожусь. Это важно. Далее, если вы ответили на этот вопрос другим способом, вы сказали себе, я хочу познакомиться с девушкой с целью социального партнерства, чтобы она меня поддерживала, чтобы она мне помогала, чтобы она всячески меня мотивировала для достижения определенных жизненных целей или жизненного какого-то проекта, который у меня имеется. И, соответственно, вы для этих целей ищите определенную уже девушку. То есть вы вот с такой девушкой хотите познакомиться. И вы оказываетесь вот на этом уровне. Ну, уровень, скажем, такой взаимного использования, скажем так, да. Далее, если следующий ответ у вас прозвучал в голове, что ваша цель, ваше знакомство – сексуальные отношения, и для сексуальных отношений у вас имеется совершенно определенный образ девушки с параметрами, там измеряемыми параметрами 90-60-90, то вы, соответственно, находитесь вот на этом уровне. На уровне мужчины, парня, который совершенно определенным образом имеет категорию, измеряемую категорию, какую девушку он себе ищет для сексуальных отношений. Вы здесь достигли уже определенного жизненного успеха, определенного баланса, который позволяет вам находиться в этой точке достаточно стабильно. Далее, парни, если вы, я думаю, у вас меньшинство ответили на вопрос, что вы ищете для себя девушку с целью серьезных отношений, создания семьи, брака, и для этой цели вы ищете девушку с такими качествами, то, безусловно, вы находитесь в высшей точке. Вы уже достигли совершенно определенного успеха в жизни, способны обеспечить семью, стабильность у вас имеется, рост определенный имеется, профессионально-жизненный. И, соответственно, здесь мы имеем сердечную мысль в голове. Итак, парни, друзья, это вы увидели, я надеюсь, это вы поняли, и приняли себя таким, какой вы есть, на каком уровне вы находитесь. Потому что от этого зависит, с какой девушкой вы будете знакомиться, и с какими целями вы будете знакомиться, это важно. Если вы вот здесь находитесь и думаете, что девушка должна собрать в себя вот эти все качества здесь, и цель вашего знакомства, вот эти все цели собрать сюда, то вы будете знакомиться много, долго и бестолково. Вы потратите много времени и ресурсов, знакомства будут неэффективные, не короткосрочными, либо вам будут отказываться знакомств, потому что вы не тот парень, кого они ждут, понимаете? Либо, наоборот, будет худший вариант, вас используют эти девушки в своих целях, скажем так. Если вы парень, который находится здесь, в этой точке, более такая растущая точка, позитивная, вы направлены к какой-то цели, достижения успеха, вы поставили перед собой какой-то проект жизненный, и вам требуется поддержка, вы ищете себе подругу, то вы, соответственно, достаточно легко и быстро познакомитесь с девушкой. Расстояние, то есть, вот видите, тут расстояние между вами небольшое, то есть она находится рядом с вами всегда, такая девушка, недалеко, то есть в окружающем вас каком-то пространстве, в среде какой-то. Далее мы подходим к мужчине, для которого вот эта девушка более удаленная, и ее достижение для него, в общем, не является большой преградой, потому что он имеет определенные ресурсы для достижения этой девушки. Соответственно, этот мужчина с этой целью, парень, знакомиться с девушкой с этой, для чего он нам надо, чтобы он, 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 он имеет параметры, измеряемые жизненные параметры, которые он хотел бы развить, этот фундамент развить, чтобы далее прийти в следующую категорию. Соответственно, мы с вами здесь говорим о росте вашего успеха в жизни, понимаете? То есть, это не просто знакомство с девушкой, там пошел, познакомился, и вот типа вот галочку поставил, у меня есть девушка, я с ней познакомился, всем доложил об этом, и что из того? Вы должны точно знать свою цель, свою эффективность, чтобы была, и результативность. Часто цель и результат не совпадают, то есть результат может быть выше, чем достигнутая цель. То есть вы можете достичь этой цели, а результат оказаться здесь, понимаете? Вы не должны как бы себя переоценивать. Если вы сюда попали, это вы попали во временное состояние, в временное состояние здесь попали. Не надо себя переоценивать и бежать быстрее сюда. То есть, чем выше уровень, тем дольше будете искать эту девушку. Видите, как далеко она находится. Здесь уровень, здесь быстрее нравится девушка эта. Здесь уровень, еще ближе находится девушка. Здесь уровень, когда вы находитесь. Здесь много девушек, вы много их можете, они прямо рядом с вами все находятся. Ваша идеальная девушка, вы видите во всех, как говорится. И одновременно вы ни в ком ее не видите. Поэтому, парни, я бы хотел на этой ноте позитивно ответить вам, что вы знакомитесь с девушкой, а точно знаете, чего вы хотите. Это очень важно. Важно именно видеть цель свою, видеть свой результат будущий, чтобы эффективно было знакомство, а не по теме, что мои друзья имеются в девушке. Девушки у них есть, а у меня девушки нет. Значит, я сейчас пойду быстрее познакомлюсь с подружкой моего друга и буду с ней там мутить. Да, еще из этого выйдет, как говорится. Из этого выйдет не айс, как говорится. Я надеюсь, что ваш подход будет грамотный. С этой точки зрения вы начнете двигаться. Поэтому, парни, всем вам благ, всех успехов в ваших знакомствах. Достигайте своих целей, ставьте перед собой задачи, ищите свою девушку. Я быстренько вам это рассказал, тему. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии. Если есть ответы, какие-то ваши собственные мнения, пишите тоже их. Будет интересно их нам обсудить совместно. Если вы находитесь в какой-то ситуации и увидели себя в этой ситуации сейчас и поняли, что вам необходимо ситуацию переиграть, то тоже размышляйте об этом. Не бойтесь изменений в себе, не бойтесь изменений в окружающей обстановке. Потому что это очень важно для вашей жизни. Поэтому, ребята, отвечая на вопрос, как познакомиться с девушкой, вы можете ответить сами, когда будете иметь два ответа на очень важные вопросы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok